О ситуации в Сирии сегодня говорил президент во время посещения Северо-Кавказского федерального университета. Владимир Путин подчеркнул, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Арабской Республики. Задача Москвы — борьба с терроризмом. Глава государства также поздравил студентов с Татьяниным днём. Сегодня его широко отмечают по всей стране. Георгий Алисашвили продолжит. В Северо-Кавказском федеральном университете Владимиру Путину показали уникальные разработки, созданием которых занимались студенты вуза. Интерактивные площадки, антропоморфные роботы и более практичные вещи, вроде системы отслеживания, хищений электроэнергии. Президент поздравил студентов с праздником, но один из первых вопросов, который задали главе государства, касался совсем не праздничных тем. Слово взял студент из Сирии, один из тысяч иностранных студентов, обучающихся в вузе, и спросил о помощи, которую Россия оказывает его стране. Мы никак не собираемся вмешиваться в государственное устройство, в решение проблем, которые стоят перед Сирией и другими странами региона, о которых Вы вспомнили сейчас. Наша задача только помочь Вашему народу, помочь руководству легитимному страны, в данном случае Сирии, бороться с терроризмом, ликвидировать террористов на сирийской земле. Я очень рассчитываю на то, что Вы и Ваши коллеги из других стран, полученные в России знания, употребите самым наилучшим образом для восстановления своей страны, для ее строительства. Дай Бог. День российского студенчества отмечается всего в 11 раз. Президентский указ о празднике был подписан в 2005 году. Но самой традицией встречать этот день с однокурсниками уже более 200 лет. И в каждом вузе этот день стараются отметить по-своему ярко. Во Владивостоке в Университете экономики и сервисов в честь праздника устроили модное дефиле. На подиуме студентки демонстрируют свои же коллекции. В вузе учат будущих дизайнеров и модельеров. А в Петербурге праздничный двойной залп из пушки Петропавловской крепости доверили произвести лучшему курсанту военного вуза. Московские студенты уже готовы праздновать. Лучшие из них сегодня побывали на экскурсии в мэрии на Тверской. Уже в этом году в столице городские власти откроют новый центр трудоустройства выпускников. Но сегодня сессия сдана и во многих вузах торжественные балы. Планируем сегодня пойти на каток от ВДНХ. А так, в принципе, наверное, не знаю. Может быть, сегодня какое-то будет, конечно, продолжение банкета. Но посмотрим. Старались закрыть все, но отлично, но хорошо. Было непросто. Порой даже забывали, что такое сон. В Российский экономический университет имени Плеханова поздравить студентов приехал Дмитрий Медведев. Премьеру показали макет нового кампуса вуза, в котором сегодня учатся 72 тысячи студентов. А также экспериментальные проекты в области транспорта и здравоохранения, разработанные в стенах Плехановки. Но в такой день студентов, конечно же, интересовала не только учеба. Скажите, а где сейчас, по вашему мнению, стоит искать идеального мужа? Здесь? Спасибо. Здесь есть мужчина, хороший. Вот. В университете открылся Центр подготовки волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Студенты рассказали об этом премьеру и, прежде чем сделать селфи, попросили расписаться на память на мяче. Второе название Дня российского студенчества – Татьянин день. И это не случайно. Сегодня православные отмечают День памяти святой мученицы Татьяны. После литургии в Храме Христа Спасителя для студентов и преподавателей выступал победитель последнего сезона шоу «Голос» и романах Фотий. В МГУ праздничные мероприятия в этом году растянутся на два дня, а каникулы для студентов начинаются уже сегодня. Георгия Лизашвили, Юлия Ходорова, Наталья Курган. Первый канал.